Продолжение следует... В 2021 году было 84 вида. Правильно? Да, да, да. Правильно. Из них 26 – это семена компании «Содружество», и написано «Россельхозцентр». Но есть, я так понимаю, еще несколько гибридов, тоже отечественных. Максим Викторович, просим вас прокомментировать эти результаты. Первый вопрос – зачем вы так много сеете? Вы знаете, основной вопрос – это даже не для кого-то сеется, а для себя, потому что гибридов очень большое количество, и каждый из представителей говорит, что их гибрид лучше. Чтобы разобраться, какой действительно лучше, поэтому большое количество и сеем. Сейчас стали на зерно меньше кукурузы сеять, но, наверное, все-таки традиция осталась. По кукурузе, действительно, вот Ладожский мы сеем уже, если открыть даже старые демонстрации, там 15-го, 16-го, 18-го родов, там Ладожский 292, и Ладожский 292 всегда в тройке лидеров, а 250 и в десятке лидеров однозначно будут. То есть это те гибриды, которые действительно показывают очень хороший результат на протяжении последних 5-60 лет. Я вижу, что все-таки отечественная селекция по сравнению с зарубежными гибридами показывает не самый лучший результат. Вот у вас для контроля использовался ДКС 45-41, средняя урожайность при влажности 14%, это 69, скажем, центнеров с гектара, есть лидеры, МАСС-СИЦИ, это МАСС-23, среди пионера это П-9610, более 70 показывали центнеров с гектара эти гибриды, Фортага сингента, Премио сингента, отечественные за 70, по-моему, ни один гибрид не перешел. С чем это связано, как вы думаете? И является ли этот факт показательным для вас? Смотрите, вот как бы практика демонстрации показывает такое, если год прям очень для кукурузы удачный и очень урожайный, то ладожские, они чуть-чуть проседают по сравнению с импортами. Если год средний или год устойчивый, то ладожские показывают себя очень хорошо. И в производстве то же самое. Если год более такой, более влажный, более именно, где гибрид может показать свой потенциал, там ладожские чуть-чуть отстают. А если год, где необходимо показать устройство устойчивость, то там наши гибриды, в принципе, не показывают неплохо. Не все, конечно, но вот неплохие всегда ладожские 292, 250, краснодарские 291, вот они как бы ни в одной демонстрации, они всегда ближе к игре. По остальным гибридам, вот как бы ДКС, он, да, он неплохо показал, показывает из года в год. А часть гибридов из тех, что вы перечислили, это получается как рулетка из импортных. Вот они бывают в один год прям хорошо показать, другой год не совсем хорошо. Ну а ладожские, не знаю, как это, знаете, более-менее стабильно показывают. Скажите, а вот если, как можно избежать эту рулетку? Вы в хозяйстве сколько лет все эти демо-посевы, чтобы потом выбрать претендентов на производственные уже посевы непосредственно? Ну, смотрите, мы делаем так, два года, мы, вот, никогда мы не выбираем, что гибриды подсолнечника, что кукурузы не выбираем по одному году. Смотрим два года демонстрации, желательно, если там есть засушливый год, или влажный год. Выбираем даже не лидеров, а выбираем те гибриды, которые показали верхушки. Может, она быть не на первом месте, потому что вот у нас был результат, бывали времена, что на подсолнечнике. В один год гибрид показал там первое место, а на другой год он показал 70-е место. Понятно, что это действительно русская рулетка. Будет хороший год или плохой. Выбираем гибриды, которые более-менее показывают стабильный результат. Потом берем небольшую площадь, там на 5-10 гектаров, сеем производку, сравниваем с теми гибридами, которые у нас есть в производстве, потом дальше увеличиваем их площадь, если они нам понравились. Если они нам не понравились, то избавляемся от них, больше они у нас не появляются. Это у нас больше по подсолнечнику, потому что кукурузии на зерном ее очень мало, в порядке 100 гектаров она на момент. На силос у нас много, а на зерном мало, поэтому как-то так. А по силосной кукурузе из отечественных сортов гибридов есть кто-то в лидерах? Ну, по силосной не сравнивали результат, но 385-ю краснодарскую сень. Как бы всегда и зерно есть, и масло очень хорошее у нее есть. А помимо 385-я какие-то другие гибриды есть у вас еще? Ну, практически нет. Ну, в 1991-ю в этом году взяли на силос тоже. Все носилось и взяли из импорта это джодио. Максим Викторович, скажите, вот некоторые аграрии жалуются на то, что отечественная кукуруза плохо высыхает, что ее нужно досушивать, еще дорабатывать семена. Вы замечали это? Есть ли какие-то особенности по технологии именно отечественных? Да, да, да. Ой. Отечественная кукуруза, конечно, чуть хуже, чем в инпортных. Но вот если мы сравним уборку, уборочную влажность, здесь на демонстрации есть уборочная влажность, то я не скажу, что на некоторых, да, на некоторых там очень большая отдача, хотя и фау стоит маленькая. Но те, что мы для себя сеем, зерно, как бы, знаете, большой проблем не было. Понятно. То есть рекомендация для хозяйств, которые теперь оказались перед необходимостью выбрать какие-то из отечественных гибридов. Что делать? Как не проиграть? Из кукуруз из отечественных можно выбрать. Не все, конечно, но есть достойные гибриды. То есть я думаю, что если совсем останемся без импортного, из кукурузы, я думаю, найдем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!